В Краснодаре продолжаются проверки, связанные с безопасностью пассажирских перевозок. Ежедневно сотрудники городского управления ГАИ выявляют десятки автобусов и маршруток, водители которых в той или иной степени нарушают закон, подвергая людей в салоне потенциальной опасности. В чем причина и как с этим бороться, выяснял наш специальный корреспондент Лев Коновалов. На часах всего лишь начало 8 утра, однако госавтоинспекторы уже давно на ногах. Оно и понятно, лучшего момента, чем часы пик для подобного рейда, просто не найти. Именно в это время водители краснодарских автобусов и маршруток чаще всего грешат таким нарушением, как перегруз. Искушение взять на борт пару-тройку лишних пассажиров и получить неофициальную прибавку к жалованию порой слишком велико. А ведь это может привести к весьма печальным последствиям. Опасно это прежде всего тем, что в случае даже ДТП, либо даже экстренного торможения, соответственно, увеличится возможность получения травм пассажиров при перевозке. Впрочем, как выяснилось, хватает за перевозчиками и других грешков, причем не менее серьезных. Например, вот этот водитель умудрялся лавировать в потоке автомобиля, обходясь без зеркала заднего вида. Судя по всему, она была утрачена в ДТП, однако делать его хозяин не торопится. Так, потому что у меня должна каска сфотографировать. Я не имею права сейчас поменять зеркало. Почему вы продолжаете работать при этом? Ну, она же не мешает перевозке, я все вижу возле этого зеркала. История эта сколь смешна, столь и типична. Пока один маршрутчик все якобы видит без зеркал, другой готов потушить возможный пожар неработающим огнетушителем или того пуще оказать первопомощь пассажиру с помощью аптечки с лекарствами, срок годности которых истек в 2011 году. Попадают с автоинспектором и такие, кто, судя по документам, и вовсе не имел права выходить на рейс. В путевом листе нет ни намека на подпись механика. То есть газовые баллоны не проверяются у вас на утечку, получается, перед выпуском? Получается так. Получается так. Светрегулировка светофар не проверяется, люфт рулевого колеса не проверяется. Получается так? Да. Впрочем, для большинства маршруток именно перегруз по-прежнему диагноз самый частый и самый неутешительный. При попытке открыть двери некоторых на автоинспектора в прямом смысле слова вываливали стоящие в три погибели пассажиры. Водитель же нарушителем себя не чувствует. Говорит, все это не корысти ради, а из гуманных соображений. Вы бы сами сели за руль, вы бы не пустили бы их, проработали бы несколько лет, видя, как они перемещаются, вы бы сами не пустили? Пока шло оформление протокола на защиту водителя стали и сами пассажиры. Их позиция – лучше плохо ехать, чем хорошо идти. У нас нет выхода, нам надо ехать на работу. И водители часто отказываются нас брать, но мы все равно залазим, потому что других путей добраться на работу у нас нет. Автоинспекторам эта логика ясна, но они неумолимы. Закон есть закон. Впрочем, абсолютно всем участникам этой истории очевидно, что одними лишь рейдами и штрафами проблему не решить. Помочь здесь сможет только обновление городского автопарка, которое в последние годы идет полным ходом. Есть надежда, что в скором времени желающих ездить в маршрутках стоя попросту не найдется. Лев Коновалов, Константин Каверин, телекомпания «Краснодар».